Первый президент Гагаузской республики Степан Михайлович Топал проводит экскурс в недавнее прошлое гагаузов. Он считает, что сегодня как никогда необходимо напомнить людям о своих корнях и истории. Степан Топал вспоминает, как на съезде 19 августа 1990 года провозгласили Гагаузскую республику. С этого дня гагаузский народ начал изучать родной гагаузский язык, развивать свою культуру, чтить традиции и обычаи. Мы вроде бы знаем, но работаем в такой сфере, все равно мы с детьми, изучаем культуру и наши обычаи, что у нас в 90-е годы произошло. Но я сегодня опять прямо чуть не с раскрытым ртом слушала его. Это наша история. Это очень трогательно, волнительно. И чаще бы были такие встречи и с молодежью, и с людьми нашего возраста. Это очень прекрасно. То, что удалось воплотить идею в жизнь и провозгласить гагаузскую республику, в этом заслуга представителей общественного движения Гагауз-Халки, говорит первый президент. 19 августа вошло в историю как судьбоносный день. Спустя время, 23 декабря 1994 года, Гагаузия обрела статус автономно-территориального образования в составе Молдовы. Тогда это был компромисс между Центром и Камратом. Сегодня гагаузские лидеры считают, что права гагаузов во многом ущемлены. Как сделали этот закон, надо было сразу все последовательно делать. Иначе... А мы, как говорится, ослабляли и нас ущемляли все. Урезали, урезали, урезали. Что мы сейчас вот это имеем? Так подводят этот вопрос с бюджетом гагаузии, что гагаузия дотационный. И это, конечно, ущемление большое. Я думаю, что здесь уже, так сказать, исполком более принимает серьезный оборот, серьезное обращение на это. Надеюсь, что депутаты Народного собрания, образно выражаясь, проснутся. В этом отношении проснутся и мы отстоим. Отстоим, потому что каждый, так сказать, вроде бы ультимативный такой шаг назад, и это отдача позиции гагаузии в Молдове, это только во вред. И никогда они в таком случае не закончатся. Гагаузы – небольшой по численности народ. Основные 150 тысяч живет в Молдове. Они одинаково чтят исторические даты 19 августа 1990 года и 23 декабря 1994 года. Ибо без первого события не было бы второго мирного решения конфликта.